Обманутые клиенты автосалона Техмаркет до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Люди почти месяц пытаются вернуть деньги, либо получить машины. Двое из 20 покупателей злополучного салона согласились на компенсацию. Стоимость автомобилей им вернули запчастями и шинами. Остальные пострадавшие ведут переговоры с руководством Техмаркета. Сам директор говорит следующим образом, что он ищет инвестора, который возьмется за их сейчас бизнес, который у них есть, это сервис. И по работе с этим инвестором он будет нам возвращать какие-то компенсации в течение шести месяцев. Никаких письменных гарантий, которые мы можем куда-то потом предоставить, тоже, соответственно, это отказывает. Напомним, скандал вокруг автосалона разгорелся в середине ноября. Компания Hyundai Motor S&G, занимающаяся дистрибуцией автомобилей марки Hyundai в России, расторгла официальный договор с Техмаркетом и забрала уже оплаченные клиентами автомобили. В конце ноября решением суда на часть автомобилей был наложен арест, чтобы компания не смогла их продать повторно. Однако Hyundai Motor S&G продолжает отстаивать свои права на машины, оплаченные клиентами Техмаркета. От представителя общества Hyundai Motor S&G и Hyundai Motor Tvere поступило ходатайство об отмене ранее наложенных обеспечительных мер, связанных с арестом на автомобиль Hyundai Solaris. 8 декабря 2015 года определение Московского районного суда города Твери данное ходатайство оставлено без удовлетворения. В настоящее время в производстве Московского районного суда находятся 5 исковых заявлений от обманутых покупателей автосалона. Люди просят передать им оплаченные автомобили и возместить моральный ущерб. Между тем, уголовное дело до сих пор не возбуждено. По информации имеющейся у клиентов Техмаркета, отдел по борьбе с экономическими преступлениями передал материалы проверки в следственное управление МВД Тверской области, но затем их вернули обратно. Как они говорят, что ревизия их финансовой деятельности была полностью или не хватает данных, и продлевается срок еще на 10 дней. То есть получается замкнутый круг, они опять сейчас будут 10 дней рассматривать, опять передают следственное управление, а следственное управление опять эти же 10 дней будет рассматривать их проверку. За помощью люди обратились к руководителю Федеральной службы Роспотребнадзора России, где им обещали оказать всяческую помощь. Он будет проверять все наши документы, даст нам полностью заключение о том, что мы являемся потерпевшими с точки зрения закона о правах потребителей. Также, если кому-то нужна будет в дальнейшем помощь юридическая, то по согласованию с Роспотребнадзором они обеспечат нам бесплатную юридическую помощь. Скорее всего, пострадавшим клиентам такая помощь понадобится. До сих пор у людей нет гарантии, что уголовное дело будет возбуждено. А если это все уже случится, то на все разбирательства понадобится время. Напомним, что похожее дело с салоном автотехника тянется в суде уже два года. Экстерина Карпова, Юлия Ильичева, Максим Андреев, Рентова, Пилот.